Итак, в данном видеоролике я бы хотел поговорить о нескольких темах. Это, во-первых, закрытые мои сделки Северсталь, Русагра и Черкизова. Во-вторых, хотел бы я затронуть тему рынка нефти. В-третьих, я бы хотел затронуть российский нефтегазовый и банкский сектор. А в-четвертых, я бы хотел затронуть тему, на что акцент я сейчас также ставлю на средний срок. Знаете, начнем, пожалуйста, с компании Северсталь. Я ее закрывал, повторяюсь, на предыдущей неделе. Сегодня также закрыл я поутру ланги длинные позиции по Русагра и Черкизова. По Русагр там рост чуть больше 20%, Черкизова рост примерно 8%, но не суть. Опять же, данное видео, оно не будет иметь посыл, там, не знаю, махание руками, задницей, пиписькой, говорят, типа, ай, как я охрененно заработал. Нет. Мой посыл в этом видео будет ознаменован тем, что я хотел бы указать, где есть еще возможность, на которую я также и налегаю сейчас. И я об этом скажу в середине данного видеоролика. Но сейчас я бы хотел затронуть тему все-таки Северсталь, Русагра и Черкизова. Смотрите, в чем суть. По Руэто, как его, Северсталь, возможность есть прийти даже на 1080, даже 1100. Я ее допускаю, она есть. Но основная формация, головая, плечи, период, она уже отработана на месячном графике. Я про нее неоднократно говорил еще несколько, ну, на протяжении нескольких месяцев, на протяжении, там, примерно, 5 месяцев, грубо говоря. То, что вот формация есть, ее нужно отработать. Цель выше косаря, воняет косарем. Выше косаря пришли, и косарем поперхнулись. Все, как говорится, период у нас средний срок, и здесь мы видим то, что имеется лютийшая перегретость, во-первых, да, раз, два, и жесткий уровень сопротивления. И при этом формируется сейчас на недельном графике формация тройная вершина. Ну, то же, в принципе, на месячном графике. В случае отбивания цены от уровня диапазона 1080, дефис, 1120, ну, возьмет, проторгуется, там, до декабря, там, до дивидендной отсечки, потом фигак и полетит вниз. Цена красная, 800 рублей, отработка данной формации. Тройная вершина. Так что ее тоже учитывайте. Но пока проторгов в пределах формата треугольника, она, в принципе, так и будет. Далее компания РусАгро. Ну, во-первых, я лично подкупал ее в кластере накопления, об этом я тоже в своей сделке писал еще. В июле, в июле, в конце июля, я помню, писал. То есть, покупаю там по 640 с чем-то рублей. Вот. То есть, вот в этом кластере накопления. Я себя, повторяюсь, позиционирую как краткосрочный, среднесрочный инвестор. Я никакой не долгосрочник. Мне глубоко фиолетов этот пассивный доход. Для меня важно больше активное управление своим капиталом. То есть, чтобы стараться как минимум из года в год тоже наверстывать определенную прибыльность своего портфеля. Он у меня чаще именно спекулятивный. Ну, как спекулятивный? Краткосрочный, среднесрочный инвестиционный, скажем так. Купил, условно говоря, акцию подешевле. Как, например, РусАгро. Купил, условно говоря, по 640 рублей. С целью продаж на уровень 70 или 800, грубо говоря. Купил дешевле, продал дороже. Это моя стратегия. Среднесрок, краткосрок по моей стратегии, оно, в принципе, окупается. Об этом и наши читатели, и подписчики говорят, и те, кто мне лично пишет. И даже бизнесмены, которые на нашем канале имеются разные региональные бизнесы и прочее. Краткосрок, среднесрок. Михайлович, это окупается. Спасибо тебе. Я опять сейчас не самоутверждаюсь, я просто говорю, что они мне говорят. Могут даже и переписки, если они позволят, грубо говоря, выложить. Опять же их позволение, потому что, ну, чтобы не быть голосовым, скажем так. Но не суть. И вот, среднесрок, ну, точнее, краткосрок акция была взята, все. 20 там с небольшим процентом получили. До свидания. Что меня сейчас напрягает больше всего в рынке американском, российском и европейском? Невозможность, а больше риск. Риск связан с самоизоляциями сейчас новыми. Франция и Испания, они уже начали конкретно говорить, блин, они вестили нам национальный карантин. Не самоизоляцию, а карантин. Между этими словами две, ну, две разные, два разных момента имеются. Самоизоляция добровольна, не выход из дома, а карантин, это все. Выше на улицу, мент прибегает, снаряд тебе в задницу насаживает и до свидания, все. Гуляй, Вася, сиди дома, ну, там, по балкону гуляй себе и все. Штраф выписали и до свидания, да? Это уже обсуждают Франция и Испания. Некоторые европейские страны тоже сами. И поэтому я говорю к тому, что есть риск новых самоизоляций. А риск самоизоляции, это автоматическая коррекция в рынках. Понимаете? Потому что чего сейчас боятся участники рынка массово, поголовно? Они боятся остановки экономики из-за самоизоляции, дробь карантинов. Понимаете? А остановка экономики, это падение ВВП еще выше нынешних уровней. Понимаете? Это как минимум продолжение рецессии еще в первом квартале 2021 года. Вот в чем суть-то. Как бы ковид-то болячка, конечно, она опасна. Я понимаю, что такой ковид, как бы, и вижу по другим лету, что они болеют, там, она по миру ходит, по стране нашей ходит. Но, понимаете, экономический кризис страшнее вирусного кризиса. А когда работяги жрать нечего, работяга куда угодно пойдет, да хоть на баррикады. Понимаете? И нет ничего страшнее, чем голодный рабочий, голодный пролетарий. И история во всех странах, она показывала это. Все. Это то, что вам необходимо знать. И поэтому сейчас лучшая стратегия. Кэш немного приберечь. Не как там говорит, там, Ray Dalio, там, кэш из трэш. Нет. Кэш, it is not trash. Кэш из salvation. Моя цитата, между прочим. Кэш, это не трэш. Кэш, это спасение. Понимаете? И вот сейчас кэш надо приберечь немного. Не надо всем рынком, всеми деньгами в рынок лезть. Ни в коем случае. Забудьте про это. Из башки выкиньте. Всех этих околорыночных гуру трейдеров, да, которые там стоят, орут, там, не знаю, махают руками задницы в шляпах, сидят там, я не знаю, в чем-то еще, блин, в трусах, не знаю, на балконах. Пофигу. Не надо прямо вот вникать в их позицию. Не надо. Иметь свою голову на плечах. Всем капиталам в рынке опасно. Прикидывайте риски и возможности. Соблюдайте идеальную пропорцию. Формулу. Вот вам халявная формула. Возможность, деленная на риск, равно рентабельность вложений. Сейчас что доминирует в рынке? Конечно же, риск, а не возможность. Сейчас риски перечеркивают все возможности. Из-за самоизоляции налог, между прочим. Поэтому позиции я в связи с этим постепенно сокращаю инвест-лонги, которые были взяты месяца два-три назад, условно говоря. Все. Поэтому по РУСАГР, конечно, я допускаю, что может и выше, даже на верхнем грани боковика, там 840 рублей. Возможность есть. Но, блин, в среднем сроке перегретость, перегретость. И потом сильный уровень диапазона сопротивления. Выше тех уровней маловероятно. Я, в принципе, скинул, я доволен. Прибыль зафиксил, ради бога. Далее по Черкизово боковик. Тупо боковик. Сильный уровень сопротивления, уровень 1900. Выше тот уровень, пока я не думаю, что цена пойдет. Ну, тут нет ни того, ни другого, ни перегретости, ни, скажем так, неперепродности. Нет, в среднесроке тут тупо боковик. В этом боковике, в принципе, цена торгуется. В моменте, можно сказать, на 1900, в принципе. Но я все-таки решил подстраховаться и немного позиции снизить, сократить. Ну, вообще, короче говоря, продать, иными словами. Вот. Это то, что я, в принципе, сделал. Я обосновал риски, какие есть, чтобы вы тоже понимали. Не от того, что вот там, бля, не знаю, Михалыч вчера бухнул, да, Михалыч, не знаю, с воспалившей головой проснулся, и Михалыч еще сливает. Нет. А Михалыч прикидывает риски, Михалыч понимает, что бутылка ближе к жопе, чем он думает. И Михалыч на бутылку, кстати, просто не хочет. Михалыч понимает то, что вот есть кэш, кэш it is not trash, кэш it is your fucking friend. Все. И кэш надо соблюдать. Кэш должен быть в любом случае. Вот что, в принципе, я сейчас и делаю. Постепенно продаю те лонги, которые находятся в очень неплохой прибыли. Именно краткосрочный, среднесрочный лонг. Понимаете? И все-таки менять стратегию в рынке надо. Потому что инвестировать, понимаете, в чем суть? Вот если в Российской Федерации ведут, извините меня, новые самоизоляции, вы понимаете, чем это чревато? Во-первых, рост безработицы, массовое банкротство компаний. Жрать на что? Вот жрать на что? Кто деньги даст? Да никто не даст. Поэтому нужно понять одно, что покупательная способность, она резко упадет опять. Понимаете? Вертолетных денег тут, в принципе, не будет, как в Америке. Там Трамп дает по полторы тысячи долларов каждому гражданину. Нет. У нас, если будут бабки печатать, у нас инфляция люто расти будет. И власть это понимает. Власть прекрасно понимает то, что вот где риск. А высокий рост инфляции это резкий подъем курса, резкий рост цен на все. И в том числе даже пары валютных пар. А чем чревато дальнейший резкий рост валютных пар, резкий рост инфляции? Да динаминации, вот чем он чреват. Пойдет ли на такое государство сейчас? Да нет, конечно. Зачем им это? С одной стороны, это нерентабельно, это риск. И во-вторых, напряжение будет расти. Понимаете, среди общества. А нужно ли это? Да нет, конечно. Понимаете, с одной стороны, если подумать. Ну, просто логически, экономически и психологически. Вот. Но риски все равно остаются, как говорится-то. И опять же, эти риски перечеркивают все возможности. Что сделают, не знаю, государственные ведомства российские. Ведут самоизоляции, не ведут. Сказать трудно. Но, если ведут, господа, готовьтесь к худшему тогда. Не буду говорить, что там как. Ну, просто вот это надо понимать. Потому что даже сейчас российские ритейлеры, они выживают. Даже сейчас я знаю вот конкретную информацию про некоторых ритейлеров. Они вводят карты рассрочек на продукты. Извините меня, если уже по кредитам хреново платят люди, да, то есть, кое-как. То при новой самоизоляции массовый рост банкротств, потери рабочих мест. Это пипец. Надеюсь, самоизоляции в России не будет. Не дай бог, как говорится. Потому что экономический кризис страшнее вирусного кризиса. И Российская Федерация-то проходила уже несколько раз. За минувшие 30 лет. С момента образования Российской Федерации. С момента развала Союза Советских Социалистических Республик. Так что, такие риски тоже оценивайте. Вот, далее хотел бы я перейти на рынок нефти. Укажу для начала то, что нефть торгуется в боковике. 38, дефис 46 долларов. В моменте, я допускаю, что может быть даже прокол 38 долларов с целью высадки лишних пассажиров из нее. И увеличение шартовых позиций. Это чисто техническая такая тематика, которую тоже надо учитывать. Почему нефть сегодня падает? Я об этом неоднократно говорил. То, что я утверждал, что ливийцы будут добычу нефти увеличивать. И сегодня какое-то месторождение в Ливии, я не помню, как называть. Сейчас посмотрю, я тут на сайте у них есть. А, вот. Элфил. Месторождение Элфил. По-моему, оно, да. А, и вот заявление Ливии о том, что они могут удвоить добычу нефти за один месяц до миллиона баррель. То есть, дополнительный баррель нефти в рынке, это автоматическая издержка в виде ценообразования. То есть, давление на цену. И суть-то в том, что давление на цену и, как бы, говорить о каком-то лютом росте нефти сейчас. Ну, господа, ну не будет лютого рост нефти сейчас. Нет, время не пришло. Какой рост нефти при, в том факторе, когда и американцы, как рыба, вытянутая из воды, там, в конвульсиях бьются, да, именно их нефтянка. Когда марка WCH на нефть стоит 38 долларов сейчас, да, а марка Brent 40, там, с половиной. Они в конвульсиях бьются, да, там, арабы в конвульсиях, потому что вот они тоже хотят добычу нефти наращивать, да. Они сейчас, в принципе, это умеренно и делают. Но, блин, любое наращивание добычи нефти автоматически влияет на цену. И третье, скажем так, в нефтехранилищах особого потребления нет. Потребление будет тогда, когда авиасообщения международные будут запускать. А когда будут их запускать, да бог его знает, на воде вилами писано, понимаете. Когда вопрос с вирусом разрешится, когда вот презентуют, скажут, там, не знаю, компания Pfizer или компания Moderna, американские, не российские эти спутники В, а именно американские, понимаете. То, что вот вакцина есть, вот она протестирована на добровольцах, вот все живы, все здоровы. Пускаем массовое производство, да. Потому что рынок смотрит сейчас не на российскую вакцину спутниковую, не от центра, там, Гамалеи, там, и, там, Бармалеи, да. А от других именно стран, цивилизованных, которые имеют на своих плечах реальную зону ответственности, да, и понимают то, что, блин, вот от них все зависит сейчас. Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson и прочие компании там, понимаете. Они Гамалеи и не Бармалеи, грубо говоря. Вот чем суть. Поэтому, если вакцина выйдет, там, в ближайшие несколько месяцев, грубо говоря, да, хорошо, рынки вздохнут с облегчением. Но если она не выйдет в ближайшие несколько месяцев, а хрен его знает, выйдет ли или нет, я не знаю. Как бы я не цыганин, чтобы тут на шарах, там, гадать, на руках гадать-то. Херомантикой какой-то заниматься, хрен поймить, что это такое и прочее. Да, вот этот риск надо учитывать. Вот. Так что и международное сообщение не будет до тех пор, пока не выйдет вакцина, пока народ, а народ сейчас, в прямом смысле, сам боится. Вот посмотрите на улицы некоторых российских городов, вот даже вот Южный Урал, там, Оренбург, к примеру, да, народ по улицам не ходит. Я даже вот сам с некоторыми людьми связываюсь, там, со своими знакомыми из других регионов. Народ не ходит по улицам. Народ уже боится ходить. Потому что, ну, как бы, ковид затронул почти каждую семью. Ну, давайте верить крайне, почти каждую семью затронул ковид. И сейчас народ тоже в масках, перчатках ходит. И слава богу, что они ходят в этих масках и перчатках, понимаете? Народ осознал, понял, что, блин, проблема. Надо как-то ее обходить стороной. И будем надеяться то, что какой-то там самоизоляции в России-то мы и не увидим, да. Все-таки, как говорится, народ уже понимает то, что, блин, от них тоже много чего зависит. Вот, так что лучше там маски, перчатки, да, грубо говоря, чтобы не заражать там кого-либо еще и самим не заразиться, да. Вот, потому что тут тоже свои нюансы есть. И даже я вот в определенной степени свой взгляд на коронавирус поменял. Ну, так сказать, есть некоторые моменты, которые нужно тоже учитывать. Но не суть. Вот, поэтому и возвращаясь к теме нефти, пока у нас будет вот такой диапазон. Не выше, не ниже. Вот, и дальше хотел бы я сказать про нефтегазовый сектор, а потом перейти на другой энергетический. Смотрите, нефть, Газпромнефть, Лукоил, Башнефть, Татнефть. В принципе, весь ценовой негатив в цены этих компаний уже давно вбит, уже давно отыгран. Сейчас перейдем на компанию ExxonMobil. Американских уже нефтяников, да. ExxonMobil, вот, во-первых. Chevron, во-вторых. Да. И Окси. Деншел, Петролиум, в-третьих. Они все торгуются на своих исторических минимумах, да. То есть, там, на поддержках 80-90-х годов. Даже в случае просадки цены на нефть, особого, какого-то там траура, да, по нефтяникам ждать не стоит. Они не рухнут сильно. Они уже рухнули. Вот посмотрите просто, не знаю, там, ExxonMobil рухнул на 70%, да, своих максимумов исторических, да. Ну, давайте возьмем максимум по Occidental, да. Максимум у нас был тут 113 баксов. Он рухнул уже на 90%. Куда-то еще падать, учитывая то, что находится внизу поддержка 90-х и 80-х годов, еще потом не станет. ExxonMobil, Chevron, ExxonMobil, Petroleum, это стратегически важные нефтяники американские. Как бы их власть американская будет так или иначе поддерживать льготными кредитами. Если перейти на наших уже нефтяников, там, BASH нефть от своих хаев, да, давайте максимумов, вот, от шипа до шипа, в моменте она падала на 50%, а сейчас она упала, в принципе, на 40%. Тоже негатив уже в ней отработан. Газпром нефть упала там тоже больше на 50%. Там, Lukoil тоже, ну, там, на 35% упал. Татнефть упала тоже под 50%. То есть, весь повторяющий негатив уже в них учитывается. Они даже мартовские перемениумы, как видите, делают. Вот, поэтому, а, и даже затрагивая тему банков, ну, не знаю, Сбербанк, вот такая картина, да, формируется голова и плечи. В ТБ картина такая вот тоже, двойное дно формируется. Я к тому клоню, что сейчас весь нефтегазовый сектор, международный, нефтегазовый, банковский, финансовый, они сейчас в жутком аутсайде находятся. И апсайд, то есть, потенциал роста в будущем у них довольно весомый. Поэтому я сейчас ставлю среднесрочную цель на то, что они, эти компании, будут расти в своей цене. Но не весь капитал я на них ставлю. Не, не весь. А всего лишь там 38-39% на них ставлю я. И потом, когда они будут расти, я их буду просто брать и продавать. Потому что рано или поздно будет переток денежных средств, то есть, переток международного капитала из технологических компаний в реальный сектор экономики. А реальный сектор это нефть, газ, металлургия, банки и прочее, что с этим связано. Поэтому среднесрочный акцент на это я ставлю. Я уже учитываю то, что могут быть даже самоизоляция, могут быть там, не знаю, какие-либо еще форт-мажоры негативы. По барабану они же учитываются. И поэтому я говорю, что даже при цене на нефть там в 35 долларов, условно говоря, да, условно, сильно они падать не будут. Они уже упали. Они уже в себя вдолбили негатив этот. Понимаете? Вот чем суть. То есть, этот фактор тоже надо учитывать. И американцы, и российский нефтегаз и прочее. Вот. И дальше я бы хотел, ну, скажу то, что я все равно лонги по ним держу. Эти лонги среднесрочные инвестиционные. Поэтому я их продавать не собираюсь. Как только у них будет хороший рост импульсный, а цели отработок в них реальные есть. И они все равно... Цели отработок, как минимум дивидендные гэпы по ним. Это в Газпром нефти, там в Баш нефти, там в Лукойле, в Татнефти. Все эти цели есть. Они имеются. Но в среднем сроке они именно и отработаются. Потому что какой-то манимый интродезис, он и нахер не нужен. Тут нужен тупо средний срок, краткосрок. Я выбрал средний срок, и я лонги среднесрочно держу. Потом, когда цены будут более-менее оптимальны, я буду их просто брать и сливать. Далее я бы хотел поговорить про возможности уже другого энергетического сектора, а именно электросетевого. Это компания Россети. Откровенно скажу, да, имеется жуткая дыра в цене. Это гэп на уровне 1,70. Вот здесь вот. Вот когда его будут закрывать рынок, тогда я считаю, есть серьезно его подкупить. Этот имитент, потому что, все-таки давайте говорить откровенно, что государственные компании сейчас, а Россети госкомпания, они взяты за задницы. Конкретно лютые задницы. Минфин, их уже, у них дивы высасывает в размере 50% от чистой прибыли. Россети то же самое. Именно преф, не обычка, а именно преф акции привилегированы. Поэтому от уровня 1,70, да, есть резон присмотреться к ним, их подкупить как вариант. Далее компания НЛ Россия, там дивидендный драйвер есть. 10% годовых просто так не валяется. И вот знаете, в чем суть? Вот НЛ Россия, это, знаете, на самом деле такая шлюшечная акция. Почему? Ходит вблизи гэпа своего, да, 88 копеек. Она его закроет в один момент, либо шипом, либо тенью от свечи на каком-либо негативе. Все может быть. И знаете, в чем суть? В том, что, во-первых, там дивы компания утвердила 10% годовых на ближайшие 2-3 года. Этот фактор цену будет удерживать. Во-вторых, месячный график, цена торгуется вблизи своих минимумов кризисных. То есть, вот, 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 вот. Все. 8, 14 и 20 года минимумы. Поэтому в моменте она закроет все равно свой гэп. Я в этом уверен. Но, блин, что я сейчас тоже делаю по НЛ Россия, ну, слежу активно за котировками этого эмитента. Ну, и там, то, что я такие свои, я прикольчики по ней делаю. Чтобы вот заявочка моя сработала на покупку. Потому что гэп, это все равно, у НЛ полно закроется. И дивидендный фактор в виде дивидендов в размере 10% годовых, он цену отработает. То есть, все равно мы в среднем сроке увидим НЛ даже по уровню 1.03-1.15, условно говоря. То есть, тут upside движение цен довольно весомый. Там, ну, 15-25%, грубо говоря. Этот фактор тоже необходимо учитывать. Вот. И компания Unipro. Этот эмитент я буду брать вот здесь. 2.25. Электросетевой сектор, господа, его тоже нужно все равно учитывать. То есть, обходить его стороной и верить там только в компанию другого сектора не стоит. Просто. Тут надо тоже вот на них смотреть электросети и, как говорится, это учитывать. Вот. И Unipro, повторяюсь, 2.25. Идеальная цена для входа. И мы все равно ее в среднем сроке увидим. Поэтому под средний срок тоже нападает, потому что здесь, опять же, дивидендный драйвер 10% годовых. Цена в боковике хоть. Правление компании однократно говорило то, что нам на все насрать, мы будем диву платить. Все. Им на все насрать, они будут диву платить. Вопросы есть, вопросов нет. Все. Так что и этот фактор тоже будет ценным на плаву поддерживать. Но покупать еще раз. 2.25 это вот идеальный вход. И вот. Видите? Сейчас вот. Боковик. Просто лютый боковик. 10 лет уже. Там с 2... С какого? Ни хрена себе. А, ну да. С 2010 года. Квази-облигация. То есть, купи и держи тупо ради получения дивидендов. То есть, вот тут кризис восьмого, крах цены и боковик. Кстати говоря, блин, крах цены. Вот посмотрели здесь, да. То есть, обвал 3.17, 2.23. Ну, кстати говоря, текущий кризис хорошо акцию удерживает. По сравнению с тем, что был в 2008 году 3.31 и до уровня 0.25. Ну да, неплохо еще держит кризис нынешний. Так что, в принципе, росла такая 2.25 идеальная цена для входа. Вот, в принципе, подводя такой итог по данному видео, я бы хотел еще рассказать то, что данное видео, оно не в плане самоутверждения сделано, да, там, махать, там, детородным органом, говорить, типа, как все мы тут охрененно получаем бабки, да, там, как мы все богатеем. Нет. Ни в коем случае. Я вам указал возможность и риск. Риск я озвучил. Карантины новые. Понимаете? Их надо учитывать. Возможность это купить при каком-либо рыночном движении, то есть, эмитент Россети, НЛ и Юнипро. По более нормальным ценам, справедливым ценам. То есть, ну, не справедливым, а перепроданным ценам. Когда цену будет просто загибать вниз. Этот фактор надо учитывать. И нельзя пренебрегать, господа. Не надо. Вот в чем логика, вот в чем суть. Поэтому я сейчас тоже, повторяюсь, некоторые лангеры с продаю, которые выросли нормально. Вот. И другие возможности, в принципе, подыскиваю. Потому что я еще раз скажу, что в текущей бойне, да, в этом мазафакане, победит именно короткосрочник-среднесрочник. Не интродейщик. Их на бутылях одного с другим сажают. Понимаете? Я тоже форумы читаю, некоторые понимают. Потому что это интродейщики, они уже, у них глаза просто из орбиты вылезают. Понимаете? Они все уже, они не понимают. Ну, елки-палки, что делать? Понимаете? Краткосрок-среднесрок. Данная стратегия окупается всегда. Проверена и на моем опыте, и на опыте моих читателей, там, подписчиков, да, которым еще лично пишут в эти сообщения. Понимаете? Так что вот она в чем логика, вот в чем суть. Короткосрок-среднесрок, и лишний раз не надо суетиться. Ну, а я думаю, все понятно, все максимально, как говорится, разжевано. Подписывайтесь на канал Биржевик, каналы рынки акций. У нас основы биржевой торговли, аналитика, обзор акций, облигаций, технических, фундаментальных, а также торговые идеи, которые актуальны в среднесроке и краткосроке, и рекомендациями не являются, но поиск на телеграм-канале Биржевик, вот она ссылка всплывает, на ВКонтакт группе Биржевик, и у нас еще имеется телеграм-канал Биржевик, облигация, где поиск новости, обозрение, фундаментальный анализ облигаций, компаний, прогноз, отчеты и прочее, что связано с долговым рынком. Вот она ссылка, подписывайтесь на нее. Для консервативных инвесторов это полезный канал, те, кто не готов войти в рынок акций, для вас, господа, облигации. И у нас имеется также канал Биржевик, банки, где поиск новости, аналитика, профинансовый, это критование, страхование, сожжение, сожжение, обучающие посты и прочее, что связано с финансовым банковским рынком. Все на эти каналы, подписывайтесь и будьте в курсе событий, как говорится. Развиваем вас бесплатно и без СМС. Помните, что мы все обречены на прибыль, лишь время и грамотная стратегия, наши главные союзники. На этом все. Благодарю за внимание. До свидания.